И поруч со мной находится помощник головного тренера хоккейного клуба «Білий Барс» Александр Бобкин. Александр, доброго вечера. С Кременчуком завжди неймовірно запекла боротьба, не дивлячись на то, что много игровцев травмовано. Чи задоволенны вы самовыдачей ваших хлопцей в сегодняшнем матче? Очень задоволенны, но не всеми. Будем разбираться к чему. Благодарны ребятам, что вытащили с 0-2. Концовки допустили грубейшую ошибку. Пропустили силы еще раз и эмоции сравнять еще раз не хотели. Но характер проявили, показали, это очень обратно. Тижневая перерва будет в чемпионате? Чи не расслабить воно команду? Тижневая перерва? Ну, это такая перерва, сумнительная такая, я вам скажу. 10 человек в сборную, 10 человек в команде. То есть будем из этого как-то выходить из этой ситуации. Травмированные должны подойти. Будем работать с теми, кто останется в клубе, то есть готовиться к финишу чемпионата. А те ребята, которые в сборную, надеюсь, там тоже получат положительные эмоции, как правильно быть в сборную, это положительное. И соединимся вместе уже 20 числа. И будем работать. И сейчас поруч со мной находится главный тренер хоккейного клуба «Кременчук» Пришлось сажать некоторых на лавочку. Ну, а так, в принципе, доволен. И результатом, ну, игрой, конечно, недоволен. Ну, как, нельзя быть довольным до конца. Когда уже доволен до конца, так уже можно заканчивать. Поэтому есть над чем работать, но то, что характер проявили при ничейном счете, забили гол, молодцы, ну, доволен. Мы сейчас узнали, кто у нас грузил, поэтому, ну, как бы, конечно, то есть мы сражались и за Сережу, потому что, ну, он у нас, как бы, тоже считается ключевым игроком, ну, игрок основного состава, и его, конечно, не хватало, но ему будут уроки, и всем нам урок, как надо, ну, как надо себя вести, дисциплина на каком уровне должна быть. Тижневая перерва будет в чемпионате. Чи не расслабить воно команду? Не дадим расслабиться, будем, ну, как бы, все понимают, что на носу уже плей-офф вот-вот, и поэтому последняя такая пауза для подготовки. Ну, не дадим расслабиться никому, и сами не будем расслабляться.